Мальчики, мальчики, мужчины шикарный нашли в магазин. Мне прям вообще он зашел. Татьяна Витриевна, покажите ветровочку. Это такой летний, весенний вариант. Мы ее должны взять. И, кстати, всего осталось две. Больше нет. И больше вообще нет. Нет, она легкая. Она типа рубашка, ветровка. Вот это вот поднимается сюда, видите? Застегивается на пуговице. Симпатичная. Симпатичная, я не знаю. Света. Девочки в комментариях напишут. Если что, вернемся, возьмем. Да, если что, не будем брать. Вернемся, возьмем, да. Почитаем, что девочки напишут. Выйдите сюда, покажите. Даже если они напишут плохо, мне нравится, потому что оно хорошо. Во-первых, они не передают им ткань. А ткань супер здесь. Сейчас еще спросим цену за эту супер. Мне понравилось, девочки. Вот этот сарафан, он прям меня ждет. Я думаю, что на следующей неделе, возможно, я за ним приду. Посмотрите. Пуговицы только поменять. Смотрите, с карманами поменять только пуговицы. Сейчас я вам приложу к себе. Пошли. Я к зеркалу подойду. Вот, смотрите. Обалдеть. А ну спросите, сколько это стоит. Хороший мужчина. Молодец, Статьяна Дмитриевна. А спросите у него, сколько это стоит. Я за ним приду. Сколько это? А, сорок... Фо? Фо? А, четыреста. Ага. Четыреста. Хороший сарафан, девчонки. Ну, я его не мерила, не знаю, как он мне. Смотрите, вот есть такое еще джинсовое платье. Не, мне у него зашел прям. Мало одежды, но симпатичное. Где-то тут я еще что-то у него интересное видела. Если у него полазить. Статьяна Дмитриевна молодец. Они любят торговаться, поэтому с ними надо торговаться. Мы же не зашли в магазин Шанель. Здравствуйте. Понимаете, да? Конечно. Нет, хороший. А что вы уходите? У него классно, он еще и скидки делает. Посмотрите, вот на вот это вот посмотрите. Произведение искусства, любые размеры. Так, качество какое. А вы откуда? А, с Киева, да? А вы здесь живете или в гости? Слушайте, но у него, если полазить, у него, если полазить, посмотрите, у него здесь хорошие есть вещи. Они просто так у него висят, что не найдешь. Нравится? В целом ничего. В целом ничего. Мы сегодня уже налазились, уже ничего не хочется лазить. Что-то накупили. Да ничего не нужно. Я разобралась. А кожа какая страшная. Кожа страшная, не понравилась? Да, мы еще не заходили. Она дешевая до обалдения, но и страшная, что же. Не, мы не заходили. Это самая дочка живет здесь. Татьяна Дмитриевна, дочка, внучка. После меня есть продукты очень дешевые. Я знаю два языка чистых. Ну? Два языка чистых с нами. Ну, ты умный. На турецком, на русском? Туре еще будет, да? Конечно. На английский еще надо, конечно. Английский. Да, Талиски, понятие вам счастливо. Девчонки, хотела вам показать платье. Смотрите, тоже джинсовое, без рукавки. Но это мы уже сходим потом с вами. Вот такой бабский вариант. Вот, Татьяна Дмитриевна, смотрите, мой вариант. Вот, видите, бедненько, но красивенько. Не, мне зашла у него лавочка. И, кстати, как только мы заходим, начинают идти люди. Вы заметили, Татьяна Дмитриевна? Постоянно, когда мы... Я еще, знаешь, какую закономерность у меня взять для себя лично? Что если я когда-то была в Сирии, привезла товар и стояла на рынке, у меня его вообще никто не покупал. Слева все продали, справа все продали, а я стою. И так вот всегда, понимаешь? Только заходишь в магазин, все сразу туда. Это уже, ну, даже мы с тобой же не будем. Ну, так, а вы потом как продали? Не, мы только заходим и все, заходим и все. Вот обратите внимание, девочки, мы же снимаем. Вот обратите, только мы заходим, пустота, только мы там, все, туда люди. Так, ну, хорошо, мы взяли ветровочку. Молодец, Татьяна Дмитриевна, ветровка хорошая. Оно такое, знаете, легкое, вот именно, такая вот вот дорогу, если, ну, такая летний вариант, весенний вариант. А? Ну, на все, на все случаи жизни. На все случаи жизни, да. Ни одной мухи, ни одной таракашки. Как оно все стоит, открытое у них. Ну, посмотрите, видишь, что здесь летает что-то. Ни одной мошкары. А мы помните, где мы останавливались, когда ехали в Кумакале? Там где-то, да. Там сколько было этих мошек в ресторане? Затем сейчас к человеку, которого я знаю, но его сегодня не знаю. Наверное, а может, он есть, да? Марабан. Марабан, Марабан. Марабан, привет. О, друг. Привет, как дела? Хорошо. Бонжорно, боносэро. Пришла к тебе, брюки надо. Джинсы, джинсы. Как это нету? Джинсы, джинсы, вот такие. Нету на меня? Джинсы, ты что? Пищи. И помните же, Татьяна Дмитриевна всегда к нему приходит. Да. Нормально. Но они, наверное, большие будут на меня. То есть, большие. Мерите, дайте мне сумку. Ой, они широкие. Надо мерить и смотреть модель. Держу. Так, если что, я снимаю. Если не хотите, я выключу. Хорошо. Скажете. Видите, все со стразами. Еще раз вам покажу. Татьяне Дмитриевне я делала. Это очень модный магазин. У него очень. Вот эти. Маленькие. Маленькие, да. Маленькие. Ну, как тебе вот эти? Мерить надо. Эти маленькие. Ну, стразы добавлять. Нет, нет. Это вам не надо. Такие добавлять. А что делать? Шикарные. Покажи. Покажи. Достань. Покажи девочкам. Там я видела еще роза была, по-моему. Да? Смотри, Марина. Черные. Что там в них есть? Лампасы какие-то сейчас. Дело в том, что не... Смотри. Смотри. Такое дорожное мне надо. Вот дорогу они надеются. Или большое. Будет нормально. Давай я буду мерить. Да, мерить. Меряем на вырост. Они широкие на какой вырост? Там мерить. На мерить, да. Не надо. Быстренько сновь. Не надо. Все. Нормально? Нормально нормально. Нет. Я поняла. Нормально. Вот здесь, понимаешь. Ну, вот здесь чуть-чуть. Броси меньше, проблема будет. Проблема будет. А, нормально будет. Еще больше. Подай мне, пожалуйста, футболку. Вот такую. Футболка у тебя. А ну дай. Померю, померю. Я померю. Давай. Как он с вами на русском. Татьяна, ты знакомая. Сколько лет твоего мужа знаете? Ну, я не знаю. Лет шесть. Он заходит сразу и говорит, Таня, Таня. А, сейчас такая сижу, у меня была камера включена. Она говорит, а где ты была? Говорит, когда ты приехала. А я говорю, два месяца. Он у него аж глаза, что типа, что ты за два месяца сюда не зашла. Она говорит, а мы ж на море были, говорит. И мы, говорит, заходили, тебя, говорит, не было. Дружба. Девочки, сегодня первый день. Помыла волосы. Шампунью сама. Промыла вот здесь вот все корни, как мне сказала Эва. Уложила пенкой. Слушайте, неплохо вроде, неплохо. Пенкой укладывать, она сказала, только тогда, когда волос после помывки. То есть не каждый день. Не скажу, что плохо. А я еще думаю, что так легко в башке. А у меня-то внутри мои косички, мой каркас, он же мокрый. И мне в такую жару идти просто, просто шикардос. А здесь-то синтетика, она сразу высохла. А вот здесь-то немножечко. Косички-то мои, они мокренькие. Ну, в общем, хорошо я сделала. Но посмотрим. Вот тут черное. А, это я тушу выпачкала. Вот так вот их можно разъединять, Маша, они будут еще мелче. Но в первый раз, нельзя чистать, нельзя. Не знаю, она сказала, нельзя чистать. Я думаю, если бы я к ней сходила бы, еще бы красивее была бы укладка. Но я первый раз вот здесь немножко распушилась. Они мне распушились, и раз в 7 дней их надо мыть. И они распушились, когда мы были в банях Клеопатры. А если ты мокрый, а если ты их, ну, если они мокрые, то их надо сразу выжить. Отойдите туда. Покажитесь мне в лампасе. Девчонки, штаны вообще супер. Молодежный лампас. Как же все-таки сразу все по-другому смотрится, да? Он еще брюки меряет женщину. Покажу Татьяну Дмитриевну. Девочки, не хватает памяти на этом телефоне. Голубая футболочка. Посмотрите на меня, Татьяну Дмитриевну. На платье, понятно, занято. Здесь не то, что надо у меня. Я не собиралась брать. Вверх. Кофта нормальная? Кофта нормальная. Ага, хорошо. Кофту мы берем. Теперь остается все дело за штанами. Штаны надо. Это мы берем с тобой. Кофту, штаны эти нет? Беру. Беру. Женщина попросила померить одни штаны и уже полчаса там сидит. Вот она вот эти мерила. Хорошо. Боже, какие зубы у женщины. Ну пусть дает померить. Она же мерила, только что темная. Она темная? Понимают же друг друга. Вы видите, как общаться? Вот понимают же друг друга. Татьяна Дмитриевна, ему на русском. Он ей два слова на русском, потом на турецком. Дружбаны, дружбаны. Сейчас, Машенька, что мы... Мама денежку дала купить. Нам надо мех, да? Мех. Куда мы... Ой, я не видела это дополнение. На что ты приклеила? Ты сама это сделала? Да-да, не трогай. На что ты приклеила? На клей. А где ты клей сделала? Ну, клей. У папы был. А пока вы все спали, я взяла, встала, зашла в комнату, нашла, ели-еле эти грибы, ходила и вот купила. Молодец, фантазия у тебя. Это очень хорошо фантазировать. Мы сюда сделаем такие ушки, да? Ты хочешь ушки сделать? Я хочу взять белый мех и рыжий мех. Рыжий мех сюда, а белый мех на ушки. На ушки вот так вот, да, как у кошечки такие. Можно кисточки сделать такие, знаешь? Молодец. Тоже девушка что-то... А, что это такое? Да ты сама придумала? Что тебе? Покажи. Что это за варежки? Сама придумала? Рукавички типа, да? Обрезала старые носочки, типа сделала как дополнение кошечки. Ну, фантазируй, молодец. Я их почистила, помыла, да? Они засохли? Засохли. Я уже самотанец придумала. Движение не бросать, доделывай до конца движение руками. У Маши энергия капец. Ты такая, ты тут подлинно-ногая, ты так вытянулась, Маша. Красопета мамина. Мамина красопета. Слушай, ну как ты фантазируешь, мне нравится. Так, девочки, мальчики, мужчины, ну что, взяли мы брюки, футболку и ветровку. Сейчас мы пойдем за шесть. Рассказывай. А еще зашкольные пуговицы. Пуговицы, пуговицы надо... Я делаю... Я делаю Сергеевне этот самый пиджак, обшиваю. Ну, только села. Обшиваю воротник. Естественно, так как он получится шикарный, надо поменять пуговицы. Я отрезала, чтобы посмотреть размер. Конечно, со стразами. Пуговицы только со стразами. Она его носит вообще. У нее очень хорошо, Юля, в этом пиджаке. Это я села юбку делать. Там костюм надо было делать. И она... Сначала сделаем мне кепку, потом сделаем ей пиджак. Я так думаю, что я уеду, и эта юбка опять будет ждать нового сезона. Ну, или как вариант ее с собой вести. Смотрите, вот тоже, видите, идет покрытая женщина, у нее стразы. Элемент стразов на... на головном уборе, на платкере, как правильно сказано. Ой, как хорошо. Немного, кстати, людей. Куда мы идем? Мы сейчас... В какую точку мы идем, Машенька? Как же хорошо я иду, девочки. У меня под низом мокренькие косички. Интересно, они там, наверное, при этом шине заведутся. Напишите мне, как так, чтобы не завелись они. Может, чем-то помазать их? О, я так люблю на людей. Смотри, идешь и так смотришь на людей, какие все разные. Осеннего еще товара нет, да, у них, Татьяна Дмитриевна? Еще нет, у нее это самое. Жара и жара. Жара, да, жарко. Нет, тогда, когда мы ходили с вами, там было вообще не пройти. Какая красивая, милая девушка. Прям такие тонкие лица, черта, голова такая маленькая. И я, блядь, вот иду, как Аллегрова. Я это, не знаю, почему, я это место обожаю. Так, животы втянули, лопатки садили. Меня в этом сезоне вообще не втягивают в животы. Чтобы я не потерялась, чтобы я вперед ушла. Вот это лакосты я возила, никакого вообще, не затяжек, ничего нет. Супер. А, Юле покажем. Я думала, нашим девочкам, вот школьную форму. Это что? Это получается юбка-шорты. Да, юбка-шорты. Мы тогда купим, тогда покажем. Сейчас. Повернись. Очень красиво. Очень, Маш. Я буду носить. Ты не то, что у тебя нет выхода другого. Это бабушка дарит. Снимай давай. Красота. Ну что, не звучит? Ну, прям. Красиво. Елена Дмитриевна, рассказывайте, где были? Покупали Маши форму школьную. Я хотела спросить, как вам форма? Форма, качество формы как? Мы были не на базаре, мы были в магазине, потому что качество лучше. Вот. Дома вам уже покажу. Мы купили байки. Магазин такой для детей, для детей-подростков. Мне сильно понравилась вот эта юбочка, которую мы купили. В школу. Бабушка в школу собирает Машу. Купили две футболки, сейчас покажем. В школе? Ушки с шортками. Юбочка-шорты. Да, они такие, но сильно. Иногда шортиками. А вот они увидят такую юбку с мельчиком, такие красивые. Они, ой, я тоже хочу у себя пойти. Почти, как укус. Аня, с праздничем, а я себя купил. Аня, ты знаешь, такое, мне из дома собаки, представляешь, какая я богатая. Там говорят, у меня в школе. они говорят. Но ты молодец, ты скромная девочка, я знаю. Я видела, я с тобой ходила в школу, ты молодец, ты себя хорошо ведешь. Молодец. Ты слушаешь все вот это, да? Мимо ушей пропускаешь. Правильно. Покажи салфеточки, давай покажем, по ком мы сидим. Называется, я покажу. Мас. Вот так вот называется. А, мы сидим в левом. Я так понимаю, что вот это потом открывается и, наверное, закрывается куполом, я так думаю. Я знаю, что это. Шикарная дождь. Дождь, да. Это старбакс. Это старбакс. Это не старбакс. Это мы старбакс. Мы вчера посидели в старбаксе. Это старбакс. Где написано? Это старбакс. Так что он лимонад несет, нам так долго. У них в Турции просто там юбочка идет. У нас идет юбочка. В общем, у них здесь как форма просто предлагают. Вот магазин. Давай скажем форму. Подожди сейчас. Не базара, а магазин. Просто типа юбка-шортики и белый верх. Обыкновенная футболочка с коротким рукавом. Потом я вам покажу. Опять Юля звонит. Упивает. Смотрите. В общем, у них обыкновенная юбочка-шортики. Да, чтобы девочка села там. Все было у нее симпатично. Татьяна Дмитриевна взяла дома покажу короткое. Две короткие обыкновенные полу и одну с длинным рукавом. По ценам тоже сориентируем. У нас в Италии было в чем хочешь ходить, хоть в джинсах, хоть в пижаме, но сверху были, помните, одинаковые такие у всего класса, были у всей школы одинаковые халаты. Допустим, там белый в крапинку. И вся школа в них ходит для того, чтобы за рукава они просиливать и все остальное. Лимонад и потом надо покупать эти буа. это в нашей школе здесь. Ты себя видишь? Есть такая девочка, ну, она такая здесь. Когда мне было 7, я ходила в 40-й класс, и ей было 7. Мы с ней сильно хорошо дружили, у меня были такие две подружки. А ей было 8, она была старше меня. Долгая. У нее белый волк, такие короткие. Вот мы с ней очень хорошо дружили. В один момент, когда она пришла вот с такими волосами, я даже не вспомнила, что это моя подруга. У нее просто белые волосы, голубые глаза, она из Италии. Давай, Петюр. Молодец. Придумала, придумала моментально, говорит, она из Италии, говорит, голубые глаза, говорит, сначала, говорит, были вот такие волосы, а потом, говорит, приходит, и вам в одном моменте волосы вот такие, поняли, да? вот это, Продолжение следует...